Добрый день, уважаемые коллеги! Представлю я доклад, посвященный организации мультидисциплинарной реабилитации пациентов онкологического профиля. Как это реализуется в современной многопрофильной клинике, причем клинике негосударственной системы здравоохранения. Мы представляем клинику АО «Медицина», клиника Академика Ройтберга. Она является старейшим и одним из крупнейших негосударственных лечебных учреждений в нашей стране. Коротко о нашей клинике. Это многопрофильный высокотехнологичный медицинский центр, включающий в себя поликлинику, круглосуточный стационар на 105 коек и современный онкологический центр. В нашем штате больше 300 врачей, больше 70 врачебных специальностей и консультанты, академики, профессора, как российские, так и зарубежные. Наша клиника является одной из двух в России получивших аккредитацию по системе Joint Commission International и сертифицирована рядом европейских конкурсов. Мы знаем, что реабилитация пациентов, страдающих онкологической патологией, и минимизация выраженности побочных эффектов и осложнений, проводимого пациентом хирургического, химиотерапевтического и лечения и лучевой терапии, является важной современной задачей. Особо важной она является в связи с ее социальным и финансово-экономическим значением. В России сейчас зарегистрировано более 3 миллионов онкологических пациентов. Затраты только на стационарное лечение в 2018 году составили более 85 миллиардов рублей. Общий финансовый ущерб от летальности, инвалидизации и социально-экономических потерь оценивается очень ориентировочно, порядка 3 триллионов рублей. Существует национальная стратегия по борьбе с онкологическими заболеваниями, и там предусмотрено формирование системного подхода к развитию онкологической службы. Однако, к сожалению, вопросы онкореабилитации на настоящий момент пока проработаны недостаточно. И эти сложности объясняются, как правило, в том числе отсутствием специального финансирования по системе ОМС, но и недостаточной платежеспособности населения в том числе. Онкологические и онкологическое реабилитационное направления являются приоритетами в работе нашей клиники, и мы на практике реализуем современные методики в этих направлениях. Обращаю внимание на то, что медицинская помощь в нашей клинике оказывается не только по системе ДМС и платных медицинских услуг, но и в значительной степени по системе обязательного медицинского страхования. Здесь выделено то, что касается онкологических аспектов. Значительная часть диагностики, ПЭТ-КТ, ОФКТ, химиотерапия, лучевая терапия, значительная часть хирургических вмешательств выполняются у нас по системе обязательного медицинского страхования и доступны всем жителям как Москвы, так и любого региона. Онкологическая служба нашей клиники представлена онкологическим центром «София». Структура центра включает в себя полный спектр возможных методов диагностики, лечения, и на функциональной основе сюда входят и отделения восстановительной медицины и реабилитации. Обращаю внимание, что, помимо всего прочего, имеются подразделения, осуществляющие психологическую поддержку наших пациентов. В центре сочетается хорошая, отличная техническая оснащенность с весьма комфортными условиями для пребывания пациентов, в том числе пациентов по системе ОМС. Поликлиническая реабилитационная составляющая является многопрофильной и включает в себя все возможные направления физической реабилитации. В нами организована система менеджмента и контроля выполнения всех необходимых реабилитационных и профилактических мероприятий. Эти мероприятия проводятся как на этапе активного лечения пациентов в нашей клинике, так и после завершения его и дальнейшего диспансерного наблюдения. Что это за этапы? Изначально на онкологическом консилиуме после определения конкретных методов химио-лучевой терапии или оперативного лечения принимается решение о проведении конкретных мероприятий для профилактики возможных побочных эффектов. Пациенту выдается специально разработанный лист назначений и бланки направлений к соответствующим специалистам нашей клиники. Например, если пациенту предполагается проведение лучевой терапии новообразования в крайне церевикальной области, мы предполагаем наличие, вероятное возникновение лучевого стоматита, и пациент направляется к врачу-стоматологу с целью наиболее ранней профилактики возможных проявлений побочных эффектов. В частности, при химиотерапии с ожидаемыми проявлениями со стороны желудочно-кишечного тракта пациент обязательно направляется к врачу-гастроэнтерологу. При наличии стойких болей это обязательно первично и при необходимости повторные консультации у врача-алголога Центра по лечению боли. Естественно, что проведение указанных консультаций оформляется, заносится в электронную историю болезни, и в дальнейшем мы получаем возможность мониторинга как врачами-консультантами, так и врачом-онкологом-куратором или же врачом общей практики, если этот пациент прикреплен к нашей клинике на диспансерное наблюдение, контроля эффективности лечения, реабилитации и переносимости терапии. В динамике проводятся и назначаются необходимые дополнительные консультации. Значительная часть из этих мероприятий также может быть выполнена по системе обязательного медицинского страхования. Безусловно, важный момент – это мероприятие психологической поддержки. В нашей клинике эти мероприятия включают в себя несколько этапов. Существует постоянная функционирующая школа психологической поддержки. Два направления – для пациентов и для родственников. Выделено фиксированное время, выделено комфортабельное помещение, где все это фактически проводится. Организовано информирование пациентов и их родственников о том, что это действительно в нашей клинике существует и реально работает. Существует служба онкопсихологов. Они работают как в онкологическом центре, так и в диагностических отделениях, в частности в отделении ПЭТ-КТ, там, где зачастую пациент узнает первично о наличии у него диагноза онкологического заболевания. При необходимости проводятся консультации психиатра и соответствующая медикаментозная психотропная терапия. Существует возможность для дистанционного общения пациентов и их родственников в рамках телемедицинских консультаций с онкопсихологами и с психиатрами. И помимо этого, общение и мероприятие поддержки с волонтерами, с теми людьми, которые излечились от имеющегося у них онкологического заболевания. Необходимая консультация специалистов лечебной физкультуры и физиотерапии проводится в обязательном порядке. Далее мы оцениваем результаты лечения, эффективность проведенных профилактических мероприятий и необходимость дальнейшей реабилитации с учетом наличия реабилитационного потенциала. И заключительный этап – это диспансерное наблюдение онкологов и врачом общей практики с привлечением к курации пациента необходимых специалистов восстановительного лечения. При инкурабельных формах – это мероприятие, позволяющее улучшить качество жизни, мероприятие анальгезии, психологической поддержки и профилактики осложнений. Таким образом, специализированное онкологическое лечение и наблюдение пациента в динамике дополняется комплексным медицинским сопровождением пациента и его семьи. Какие особенности этой программы? Да, есть технические сложности. Они заключаются в необходимости создания безбарьерной среды для пациентов. В целом все это достаточно затратно для клиники, организующей это. Безусловно, необходима организация полноценного информирования пациентов и их родственников о заболевании и о возможностях лечения и дальнейшего восстановления нарушенных функций. Очень важной задачей и каждодневной задачей является необходимость проведения специального обучения врачей, не являющихся онкологами. Потому что, к сожалению, базисные знания специалистов иных направлений по онкологии, они минимальны. И когда мы хотим добиться профилактики возможных побочных эффектов, это требует специальной подготовки для большинства специалистов. И, безусловно, очень важным вопросом является необходимость регламентации процессов с помощью создания различных рабочих инструкций во внедрение стандартных операционных процедур и систем контроля качества и безопасности пациентов. Итак, представленная система организации мультидисциплинарной реабилитации пациентов онкологического профиля в многопрофильной клинике показала наяву свою эффективность и работоспособность. Тем не менее, есть некоторые сложности. На настоящий момент основной сложностью применительно к нашей клинике является необходимость оплаты пациентам значительной части медицинских услуг всего того, что не входит именно в химиотерапию или в лучевую терапию. Реабилитация, к сожалению, специально не оплачивается ОМС. И мы надеемся, что внесение программы онкореабилитации в перечень, в том числе высокотехнологичной медицинской помощи в рамках ОМС позволит улучшить качество медицинской помощи пациентам, улучшить качество жизни и продолжительность их жизни. Благодарю за внимание, коллеги. Готов ответить на вопрос. Спасибо огромное. Пожалуйста, Евгений Сарайнович, вам вопрос. Сейчас микрофон, Евгений Сарайнович. Да, микрофон. Спасибо. Коллега, вы, наверное, говорили, что после КТ или ПЭТ-КТ вы больному ставите диагноз, больного знакомите с диагнозом. Нет, не совсем так. Диагноз устанавливает, естественно, врач-онколог. Нет, но вы об этом сказали во всеуслышание. Мы даже, сдают Георгиевич, мы подискутировали на эту тему. Разрешите уточнить. Безусловно, когда пациент выполняется ПЭТ-КТ, пациент информируется о результатах этого исследования. Если по результатам того или иного диагностического исследования, в том числе ПЭТ-КТ, выявлено какое-то новообразование, пациент об этом знает. Диагноз, как таковой диагноз, естественно, устанавливается врачом-специалистом на основании комплекса факторов. Диагноз, как таковой, на ПЭТ-КТ не устанавливается. Но о результатах исследования пациент, конечно, информируется. Диагноз является онкологически только в том случае, если подтвержден морфологически. Конечно. Конечно. И еще, вы совсем не говорили о том, о логоосстановительном лечении пациентов, которые подвергли лечению. Есть у вас такое восстановление логоосстановительное? Конечно. Начиная от возможностей и фактического проведения мероприятий пластической и реконструктивной хирургии и заканчивая мероприятиями по любому направлению клинических специальностей. Спасибо. Евгений Заранович. Да. Ответырина. Спасибо вам большое. Спасибо, коллеги. Спасибо.